Так, всем доброе утро. Пурим Самех, веселого Пурима. Вот сегодня у нас праздничный такой день, поэтому мы позже задержались. Так, ну что, кто сейчас есть на уроке? Давайте, ждем, ждем. А? Да, так, ну давайте, кто-то есть или никого нет? Сейчас соберутся, должны, по идее, собраться. Или все раз... О, пошли, Лилия Берман, Бодертов, да, доброе утро. Яков Шатадин, Пурим Самех, а у Яков Шатадина в Иерусалиме, у него нет пока Пурима. Кстати, Яков, я завтра, я ночью сегодня прилетаю, прилетаю сегодня с Божьей помощью в Иерусалим, ну, в Израиль. Так что буду пятница, пятница завтра буду в Израиле, пятница и воскресенье. Так что надо завтра встретиться будет, встретиться там, поездить. Хорошо, все, доброе утро из Одессы. Сейчас стало, вот вообще, мы живем в таком мире, раньше, путешествия в Израиль, там, лет 200 назад, готовили годы, готовили годы, там, мечтали об этом, еще доехать было вообще нереально, лет 200 назад. А сейчас, оп, сел самолет, три с половиной часа, и все, там, потом, оп, и обратно, все. С праздником Пурим, да. Значит, все, мы сейчас выполнили заповеди, послушали Медилат Эстер два раза. Вечером вчера послушали Медилат Эстер, сегодня утром послушали Медилат Эстер. И продолжаем учить Мишлей. Мишлей, вот почему, многие неправильно относятся к праздникам, да, к еврестиям. Они думают, что праздник это праздник, просто попраздновать. Вообще нет. Праздник это каждый раз тренинг, это каждый раз. Ведь мы же живем для того, чтобы, пройдя жизненный путь, усовершенствовать себя. И каждый праздник, это как работа над собой. Это ты работаешь над собой, обдумываешь каждый раз определенный процесс, который происходил в это время. Праздник же, он в память о чем-то. И ты каждый раз продумываешь этот процесс, и из него каждый раз учишь важные вещи. А мы каждое утро учим важные вещи из притчей. 14-й отрывок. Сегодня в конце того урока, краем, мы его упомянули. Но сейчас я хочу еще на нем более подробно остановиться. Это очень важный отрывок. 14-й отрывок, 28-й главы, звучит так. Ашры, Адам, Мифахет, Тамид. Счастлив человек, но боящийся на русском, вот просто слово боящийся. Но сейчас мы глубже поймем. Вы видите, это есть нюанс один в этом слове. Счастлив человек, боящийся все время. У Макше Либо, ужесточающий свое сердце, и Поль Бера, он упадет от зла. Значит, в чем здесь нюанс? Значит, Ашры это счастлив. Человек, понятно тоже. Мифахет. Если вы говорите слово пухет. Пухет это боится. А мифахет это пугает себя. Пугающий. То есть, это как бы есть глагол бояться, а есть пугать. Так вот, мифахет это пугающий себя, а ужесточающее сердце упадет во зло. Что это значит? Вот смотрите. Значит, написано в Брахот в Талмуде, что если человек боится, то у него есть, значит, какой-то грех внутри. И он чувствует, что есть на него какая-то, какая-то на него есть на небе там опасность. Это если человек боится. Теперь, а если человек не боится? Он думает, я делаю все, что Бог от меня хочет. Я все правильно живу. Чем не бояться? И в этот момент он расслабляется. Так говорит нам царь Соломон. Счастлив человек, который пугает себя сам. Он говорит, да, со мной все нормально. А вдруг я согрешу завтра? И будет ненормально? Так что же мне теперь делать? И вот мне теперь надо остерегаться. Остерегаться. То есть я должен остерегаться, чтобы не согрешить. Понятно, да? Потому что если я не грешу, Бог мне помогает. Если я грешу, тогда мне не на кого надеяться. И вот человек, который себя так пугает, это его останавливает от греха. То есть в этом случае так правильно делает. То есть надо себя пугать, чтобы не согрешить. А что такое Макше Либо? Ужесточающее свое сердце. Это как фараон. Уже были казни эдипетские. Уже были на него там какие-то неприятности. А он нет, все, значит, ужесточает свое сердце, выстою. Ему и так не идет. И здесь не идет. И тут у него уже. А он нет, все, вот я буду идти по этому пути упрямо. И все. То есть нельзя быть Макше Либо. Если пришла неприятность, человек сразу должен задуматься. Что я не так сделаю? Сделать шаг назад. Сделать шаг назад. Спокойно. Не надо никуда давить, ломить. Оп, неприятность, стоп, стоп, стоп. Та же болезнь, например, да? Есть человек, а, фигня, там, таблетки, таблетки, пошел дальше. Нет. Если пришла болезнь, сделай шаг назад. Узнай, откуда она пришла. Откуда она пришла? Значит, есть какие-то сложности, может быть, с иммунитетом, со здоровым образом жизни и так далее. То есть сделай шаг назад. Посмотри, как, что в твоем прошлом, что в твоем поведении является корнем вот этой вот, вот этой неприятности. Потому что если корень в тебе, если корень в тебе, то что? Ты можешь этот корень исправить. Если корень не в тебе, ну, как бы окружающий мир не под твоим контролем. Понятно, да? Отлично. Пятнадцатый отрывок. Пятнадцатый отрывок, он очень странный такой, да? Если его просто прочитать, он очень странный. Ари-Ноэм, значит, лев, ноэм, это ревет так, да? Ведов, шокек. Медведь, он шатун, шатается, ходит такой медведь, шокек, да? Мошель-раша-аль-амдаль, значит, властвует злодей над народом обездоленным, над народом бедным. Непонятно, что за лев, почему он ревет, что за медведь, шатун, вот, медведь-шатун, вот, и тан пришел. Да, что за лев ревет, что за медведь-шатун, и властвует злодей над народом бедным. Значит, здесь нам царь Соломон говорит такую вещь, что, ну, в любом случае, вот, где бы мы ни жили, везде есть властители. Человек, он в этом мире тоже не свободный. Вот, есть люди, которые, там, например, нерелигиозные, они говорят, а что должен Богу подчиняться, какие-то вот эти выполнять, там, законы, заповеди. Я свободный человек, не свободный ты человек. Никто в этом мире не свободный человек, всегда есть над всеми властителями. Или ты работаешь на кого-то, или если у тебя есть бизнес, так есть власть страны, и ты не можешь спокойно поехать в Америку. Тебя спросят, а кто ты? Ты попросил у нас визу вначале. Мы тебе визу дадим, не дадим, непонятно, и впустим тебя, не впустим, тоже непонятно. То есть, есть у каждого человека властители. Но властители бывают разные. Бывают властители, как, например, Дональд Трамп, да, который говорит, сделаем Америку великой снова. И он, как бы, пытается сделать Америку великой снова. А есть властители, как вот этот вот, в Северной Корее есть властители, а? Да, которые, вот есть Северная Корея и Южная Корея, это один и тот же народ. Только Южная Корея, Сеул, это страна, которая производит Hyundai, Samsung, там, ну, вообще, то есть, они весь мир, как бы, Южная Корея снабжают, не, нет, снабжают, Южная Корея снабжают весь мир, там, хорошими вещами. А Северная Корея в это время голодает. У них, там, десятки миллионов этих северных корейцев, им нечего кушать, да? У них вообще ничего нет. Но у них есть атомные ракеты, которые, они говорят, кто к нам приблизится, мы всех взорвем. И всех мужчин заставили стричься под одну стрижку, как у главного их, вот этого главного чурки, этого, ну, корейца этого главного их. Хотя это один и тот же народ. Разные властители, разная вещь. Так вот, здесь говорится про властителя Северной Кореи. Как лев Ноэм, Малдим объясняет, что он ревет, когда ему нечего кушать. И медведь шатается, когда ему, он вообще от голода, он шатается, да? То есть, он готов всех разорвать. И вот этот вот властитель злодей, он разрывает обездоленный народ, то есть, он у всех все забирает. Этот властитель Северной Кореи, он у всех даже бедных этих корейцев, он последнее забирает, да? Чтобы они были, чтобы они были вообще, ну, то есть, обездоленные полностью. Теперь, понятно, да? То есть, властители есть разные. Есть властители, которые свой народ подкармливают, но все равно они потом у него же все и забирают, да? Потому что налогами они все вытаскивают. Но они как бы думают, вот тот же Трамп говорит, я сделаю жизнь американцев лучше. То есть, чтобы они лучше жили, больше налогов платили, еще лучше жили. То есть, как бы, ну, все понятно. А этот кореец говорит, нет, говорит, не так. Я у них все заберу, еще все заберу, и все, все заберу. А зачем, спрашивается, он все заберет? Какая в этом логика? А логика его простая, что если они будут обездолены, то я за кусок хлеба ими могу управлять, и они тогда меня не стянут с власти. То есть, Трамп знает, что он пришел на 4 года, его по-любому потом переизберут. И невозможно в Америке больше двух сроков быть президентом. А вот этот кореец, он знает, что я пришел навсегда, и мне сейчас надо только, чтобы народ был вот такой вот, ну, я их держал в узде. Да, поэтому они должны быть бедными. Дальше, 16-й отрывок. 16-й отрывок, да? Он, Рав Машкот, Машакот, он много грабит, он забирает все у людей, как было в советское время. То есть, неважно, что ты делаешь, у тебя заберут все. То есть, все, что ты производишь. Были же люди, которые что-то выдумывали, ракеты они выдумывали, изобретали. Тот же Калашников, да? Этот автомат Калашникова он изобрел, и им весь мир пользовался. То есть, сколько этих автоматов выпустили? Он должен был быть миллиардером. То есть, это человек, который эту штуку изобрел, но что у него было? Ничего у него не было, да? Возьмем фильм. Вы знаете, какой самый крутой фильм вообще в истории, насколько я слышал, да? По просмотрам. Ну, на то время было, это точно было, однозначно. Фильм «Бриллиантовая рука». Когда он вышел, его посмотрело все население бывшего Советского Союза раз 20. Каждый посмотрел. Теперь, если бы в Америке какой-то фильм посмотрело бы там 150 миллионов человек по 20 раз, и заплатили за билеты деньги, то создатели этого фильма были бы миллиардерами. Что получили актеры? Три копейки. Что получили режиссеры в советское время? Три копейки. И мало этого, если бы они не работали, то их бы еще посадили в тюрьму, сказали бы, вы тунеядцы, вы обязаны работать. То есть, это было как раз, вот здесь написано в 16 отрывке, что властитель не хватает, у него твунот сообразительности, он все забирает у народа, а кто выживет? Тот, кто ненавидит, значит, ненавидит беца, это, ну, не алчные, да, не алчные люди, они продлят дни. Значит, я вам расскажу историю из моего детства. У меня отец был изобретатель вначале, но изобретателем, я не знаю, почему он из изобретателя стал замдиректора по снабжению и сбыту опытно-экспериментального завода системы Центросоюз. То есть, он вначале изобретал какие-то машины для пищевой промышленности, а потом начал ездить там по Советскому Союзу и добывать там для них производные части, ну, из чего их делать, и потом их продавать. Теперь, значит, и мы жили очень бедно, то есть, мы относительно жили бедно, у нас не было ни дачи, ни машины, ничего. И вот мы как-то пошли в гости, пошли в гости, значит, были какие-то там знакомые, родственники, знакомые, такая еврейская семья, и я первый раз в жизни увидел, что такое богатство. У них были там японские магнитофоны, это был в 80-е годы, там шкуры медведей, леопардов, ковры какие-то там, люстры, хрустали, богатство такое, что я вообще. Я говорю родителям, а почему мы так бедно живем, почему? А мне мама говорит, а я потому что сказала, чтобы папа ни в коем случае взятки не брал, только честно, только на одну зарплату. Почему? А она говорит, я хочу спокойно с ним жить, и чтобы у нас, ну, не было никаких этих самых, ну, чтобы он в тюрьму не сел. И вот буквально проходит год, и вот этого, у кого мы были в гостях, было там дело в Харькове, который, ну, в общем, там, он в каком-то тресте работал, неважно. В общем, всех посадили, дали ему тогда, там, одному хотели расстрелять экономические преступления, а им дали всем, там, по 10-15 лет. Я это на все, в детстве я запомнил эту историю, и прямо у меня было такое, что вот надо жить честно, что много денег, это опасно. И вот здесь написано, в сайт Шломо предупреждает, если власть, вот такая власть, которая грабит народ, которая грабит народ, то тогда продлит свои дни только кто? Тот, кто ненавидит алчность. То есть, как было в советское время, только ты был нормальным просто человеком, и чуть-чуть ты, там, корову купил, зайчика себе, там, какого-то завел, там, это самое, кулак, раскулачить всех в Сибири. То есть, даже, то есть, выживали в то время только те, которые были, у меня, кстати, интересно, у отца родителей, когда отец мой женился на матери, родители, его родители, да, они жили вообще в дикой бедности, то есть, отец спал на сундуке, вообще, представьте, на сундуке он спал. Но что интересно, его папа Исаак, в честь которого меня назвали, он был зам директора обувной фабрики, и он как раз был начальник учебного цеха, он обучал, ну, он обучал, отвечал за обучение. Всех посадили несколько раз, все руководство, он единственный остался. То есть, вот это, он, видно, в детстве в Хедере учил этот отрывок, что написано, когда, когда есть власть, у которой не хватает логики, чтобы давать возможность людям зарабатывать, а потом с них брать на логи, когда власть всех грабит, убивает, ну, и так далее, тогда выживают только ненавидящие, ненавидящие Бетса на живу, ненавидящие на жива и орех Ямима, они будут только продлевать дни. И, значит, вот слава богу, что он тоже, ну, прожил его, не посадили, хотя в те годы это были репрессии, там, и все такое. Вот интересная такая вещь, то есть, при плохой власти лучше быть бедным, это факт, потому что, ну, с бедного что возьмешь? Ничего не возьмешь, понятно, да, никто не завидует, никто не настучит, все отлично. Теперь дальше. Семнадцатый отрывок, он продолжает эту же линию и говорит, что человек Ашук Бедам Нофеш, человек, которого ограбили уже, и сейчас хотят его даже убить, значит, отбор Янус, он до ямы, до могилы, он убегает, Алик Мехубо, никто его не поддержит, никто его не поддержит, как был анекдот в советское время, что такое счастье? Это когда ночью ты слышишь шаги на лестнице, и, значит, шаги стучат в дверь и подходят и говорят, там, ну, люди в черном, такие эти самые, Петров здесь живет? И вы говорите, фух, я не Петров, Петров живет этажом выше. И, значит, пошли и забрали Петров этажом выше. То есть, в то время, когда вот такие репрессии и так далее, предупреждает он, никто не спасет. Как было в Германии, как было, ну, там, во всех странах, куда заходили немцы, то есть, и евреи, которые были с соседями в прекрасных отношениях, все, в Литве, в Латвии, в Прибалтике не успели еще немцы начать евреев уничтожать. Местная полиция, местное население уничтожили 200 тысяч евреев, включая маленьких детей и так далее. То есть, опять же, можно сказать, что уничтожали, там, 20 тысяч принимали непосредственно участие в этом, но остальное все население не вышло на улицы. И, по-моему, только несколько было стран, там, Швеция, где король шведский и одел желтую звезду и сказал, что если, ну, там, евреев будут уничтожать, то, ну, как бы, я тоже с ними пойду. Ну, и, значит, ну, бывали, бывали такие случаи, когда, когда действительно, это были единичные народы, там, я не помню, по-моему, было в Италии, хорошо, ну, то есть, как-то люди, люди не все толпой побежали уничтожать. Но здесь царь Соломона Сенат Самотрывки предупреждает, что когда вот такого человека уже грабят и уже, как бы, пошла на него, пошли на него гонения, то тогда он уже будет прямо к могиле, алет мы хубо, никто его не поддержит. Это сейчас мне, я вспомнил еще, как в Белоруссии, ну, мальчик приходит со школы и говорит родителям, все, вашу школу вызывают, меня, значит, со школы увольняют. Его папа спрашивает, а за что? Он говорит, а я сказал, что, что, как его зовут, президент у них? Лукашенко, я сказал, что Лукашенко бандит, преступник и ракетер. Папа такой говорит, отойди, совершенно незнакомый мне мальчик. Отойди, говорит, совершенно, я тебя не знаю вообще, кто ты такой. То есть, понятно, даже сейчас есть вот эти вот деспотичные режимы, где до сих пор в той же Белоруссии количество милиционеров на каждую тысячу населения самое большое в мире. Почему? Потому что власть деспотичная, которая, ну, держит народ силой, ей обязательно нужно, чтобы, ну, было, ну, держать народ в узде. Хорошо, давайте 18-й отрывок, он уже переходит нас к оптимистичной ноте. Олех, Тамим, Ивашея, значит, тот, кто идет в чистоте, в беспорожье, там это, ну, как бы наивный, такой чистый, прямой, да, значит, тот, кто идет вот в... Олех, Тамим, тот, кто идет в этой чистоте, Ивашея, он спасется. Значит, объясняет Малбим нам следующую вещь, что, значит, в любом деле есть, ну, например, есть скромность, есть гордость. Как бы два пути. Это как бы два полюса одного и того же качества. На одном полюсе гордость, на втором полюсе скромность. Жадность и раздавать все деньги, которые у тебя есть. Это два полюса отношения к деньгам. Значит, ярость, гнев и такая, прямо, прибитость постоянная, такая, вообще, ну, вот вообще, безэмоциональность, да. Это два полюса. Теперь, значит, есть люди, которые, которые они, значит, они изучают, там, Мишли, например, или разные системы, и они думают, в какой момент, какое качество использовать. Например, возьмем, если скромность и гордость. Значит, например, гордость нужно использовать, когда ты со злодеями, а ты идешь по правильному пути, ты должен идти, написано, ваигба, либамбы, даркеяшемы, поднимут свои сердца, идя по путям Бога. То есть, нужно прямо смеяться, написано, насмехаться можно и нужно над идолопоклонниками. То есть, идолопоклонники, это они просто идиоты, и над ними заповедь даже насмехаться над этими клоунами, которые, там, кукол пробивают, вуду, там, ну, идолопоклонники, что, обезьяны. Теперь это митсва, над ними смеяться. Теперь скромным надо быть, когда ты встречаешься с людьми хорошими, добрыми, тем более с мудрецами, тут уже обязательно надо быть скромным, да. То есть, это как бы, когда человек использует это качество, когда надо. Но написано здесь очень важная вещь, что тот, кто идет тамим, тот, кто выбирает все время золотую середину, он не хочет думать, когда ему, какую сторону. То есть, а вдруг я ошибусь, а вдруг я, там, например, насмехаться буду над идолопоклонником, а он не дал поклонника, кажется, и он просто так выглядит внешне похож, да. Так вот нам царь Салмон дает совет. Олег тамим, тот, кто идет в чистоте, то есть, есть такой путь, когда я ни там, ни там, золотая середина. Ни над тем не насмехаюсь, ни перед тем не принижаюсь, иду себе скромненько по своей, ну, нормально. То есть, золотая середина, это вот быть томим. Он спасется. Как мы в Куэлите, в Экклезиасте, царь Салмон говорил, что, что, альтиеце дикарбе, не будь слишком цадиком, вальтидхакэмю термидай, и слишком не умудряйся, зачем тебе остаться одному? И не греши, зачем тебе умирать раньше срока? А именно он говорит, держись за то и держись за то, то есть, будь, как бы, нормальным. И что? И реа шем, яце, эт кулям. То есть, тот, у кого есть страх перед Богом, вот это самое главное, он, как бы, его страх перед Богом везде проведет. Так, получается, что здесь он говорит ту же самую мысль, что тот, кто идет по прямому пути, он спасется. Тот, кто искривляет свои пути, то есть, он перегибает, он такой, ну, вот, именно у него большой диапазон, он где-то обязательно споткнется. Понятно. Теперь и последний, девятнадцатый отрывок, мне очень нравится, поэтому мы сегодня его тоже изучим. Хотя уже 22 минуты, но мы его изучим, да? Увет адмато из Баалохам. Значит, тот, кто, увет адмато, это, ну, земледелец, да, тот, кто работает на земле, он будет насыщаться хлебом. Умираде фрейтим, тот, кто гонится за пустотой, из Баариш, он насытится бедностью. Значит, что это значит? Вот человек, который работает на земле, он сидит себе, у него есть участок земли, я себе, видите, начал тоже, я теперь стал в этот мото, видите, у меня здесь, прямо я себе сад сделал. Дальше буду сейчас расширяться, буду себе вот эту картошку выращивать, все. Значит, тот, кто работает на земле, насытится хлебом, ему будет что покушать. То есть, земля ему по-любому выродит что-то, и еда у него будет. Теперь, но человек, он же, ему еды мало, ему же мало еды, хотя нас учили, что мы, до этого мы изучали, помните, что, ну, еще овцы нужны, козы нужны, там, и вообще все будет шикарно, если у тебя есть овцы, козы. Вот, это мы учили конец 27 главы, что овцы у тебя будут одевать тебя, они будут, и можешь ты купить себе поле, значит, продав каких-то овец, и для питания тебе достаточно будет молока козьего. То есть, все, отдыхай, написано, у в этот мото из балэхов, то есть, человек, работающий на земле, он насытится хлебом, ему все отлично. Но, когда человек начинает гнать себя, Мерадеф, это тот, кто гонит себя, рейтим за пустотой. Что такое за пустотой? Вот, значит, сидит человек и думает, ну, что я вот это самое, сижу себе на земле, вроде и кушать есть, и тору учу, и все у меня как бы нормально. Нет, мне, наверное, этого мало, надо мне. И он начинает себе что-то выдумывать, какие-то планы, какие-то цели, какие-то там, он начинает себе выдумывать, вот я сейчас должен резко быстро разбогатеть, и тут же, тут же у него, к нему подходят пирамиды. Во всем мире финансовые пирамиды были, есть и будут, то есть, обманщиков вокруг очень много. Ему говорят, слушай, хочешь быстро разбогатеть? Давай. Значит, ему предлагают какие-то комбины, написано, что дальше будет, избавишь. Он насытится чем? Бедностью. Потому что, когда ты от реального, чего-то материального, идешь в какие-то виртуальные штуки, у меня был один ученик, ну, не ученик, на моем тренинге был один парень, который во время тренинга, он как бы понял, что все иллюзия. И, значит, ну, иллюзия, которая потом превращается в реальность благодаря мыслям. То есть, человек себе выдумывает какую-то идею, и потом, если он в эту идею вкладывает время, силы, инердию, потом он может потянуть других людей, которые тоже будут в эту идею вкладывать время, силы, инердию, то он может создать новую реальность. И вот этот парень, он придумал себе идею, значит, хочу стать миллиардером. Прямо вот, прям думает, мне нужен миллиард долларов. Дальше он начал узнавать, как уже другие реализовали эти идеи. То есть, есть в этом мире уже реализованные идеи. И когда ты видишь какую-то реализованную идею, ты можешь понять, что надо делать. И он начал изучать реализованные идеи и понял, что наиболее быстро разбогатеть сегодня можно, занимаясь вот этими виртуальными, электронными, какими-то финансовыми схемами, которые, ну, полностью виртуальны, все эти миры, акции там все, это же все, ну, это все чистая виртуальная реальность. То есть, ты берешь свой номер карточки, вводишь, где там деньги, нету денег. То есть, но у тебя с карточки перешла какая-то циферка в виртуальную какую-то платформу. Дальше ты купил какие-то акции. Что такое ты купил акции? Ты что, их купил, у тебя циферки на экране компьютера перешли из одной колоночки в другую. Потом, значит, ты, ну, и так далее. То есть, и он понял, что сейчас основные деньги делаются на вот этих виртуальных штуках. Он, значит, туда вошел, но потом он понял, что основные деньги делаются, если быстро они делаются, они делаются каким-то не совсем честным прямым путем. В общем, он в течение двух лет организовал финансовую пирамиду. Потом мне про него писали вообще. Ну, то есть, он когда-то проходил мой тренинг просто и все. В эту финансовую пирамиду он собрал, люди в нее вложили около 800 миллионов долларов. Это была полностью виртуальная выдуманная реальность. И потом эта пирамида лопнула. Он, значит, ну, он, на него там тысяча человек подали в суд, там, все такое. Он выиграл все процессы. Он говорит, а вы же, когда деньги-то давали, вы же договора-то читали, там стоит подпись, что вы рискуете, вы хотите много раз зарабатывать, но если не получится, вы на себя берете весь риск. Вы что, не читали, что ли, когда деньги давали? Вы что думали, когда ты даешь деньги, и тебе обещают 100% годовых, так это что? Это просто надежная штука какая-то, да? Вы вообще как? И он выиграл все процессы. Живет сейчас в Монако, у него там осталось миллионов, ну, не знаю, сколько у него осталось. Живет в Монако, значит, миллиардером не стал, страшно мучается, ну, в кавычках, да, потому что, типа, его мечта не реализовалась. Но у него, как бы, и сейчас, последнее, вот он как-то хотел, ну, что-то мне звонил, там все. Он выдумывает сейчас, он говорит, я не понимаю, как может картина Марка Ротки стоить 90 миллионов долларов. Это, это оранжевый центр называется. И он говорит, это, это мир виртуальный, мир идиотов. Он так, так и считает. И говорит, я сейчас догадаюсь вот этот код, почему, как люди вдруг верят вот в такую вот хрень. И я, значит, придумаю, стану художником известных. И может и станет. Нам сказал царь Соломон, не ведись на все это. Тот, кто работает на земле, насытится хлебом. У мирадеф и ретима, тот, кто гонится все время за пустотой, насытится чем? Бедностью. Все. Значит, выводы какие? Становимся земледельцами, становимся земледельцами. Я считаю, что земледелие, это, это, это тема. Это тема, я уже начинаю, видите, у меня уже я пальмы выращиваю. Уже эти у меня лаврушка здесь, фикусы, все такое. Теперь, значит, второе, что лучше быть томим, простым человеком. И третье, что там, в странах, где власть преступная, лучше не выделываться. Лучше не выделываться, быть скромным, потому что там, где власть преступная, как было в доме, когда лота, значит, раскулачили за то, что мы говорим. То есть, если вокруг власть преступная, значит, это самое, надо быть тише. Анастасия уже сдает в аренду 4 гектара. Так, а ты-то сама, как будешь заниматься земледелием, Анастасия? Надо, надо самой эти 4 гектара обрабатывать. Лично причем, я тебе советую лично. Купить трактор. И, значит, спокойненько вспахала 4 гектара, засеяла. Все, друзья, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы. У каждого свои выводы. То есть, мы получаем одну и ту же тору, но у каждого свои выводы. Все, удачи, успехов, всего хорошего. Продолжение следует...